Привет! С вами Игромания и видеоуроки по Star Conflict. Это видео мы посвятим базовым навыкам управления и стрельбы в космосе. В космическом симуляторе нечего делать без джойстика, подумают некоторые. На самом деле наоборот. С джойстиком играть можно, но наилучших результатов вы достигнете на более традиционном управлении. Мышь и клавиатура. Именно они дадут необходимую точность и вместе с тем скорость прицеливания, о которой на джойстике можно только мечтать. А вот какой девайс может оказаться действительно полезным, так это Oculus Rift. Игра полноценно поддерживает его, и если вы уже успели обзавестись этими чудо-очками, сможете осматриваться по сторонам, просто поворачивая голову. За движение вашего корабля вперед-назад отвечают клавиши W и S. Еще есть форсаж. Он включается клавишами Shift, зажать и держать. Или кнопкой Z. Включить-выключить. Режим форсажа расходует энергию корабля, поэтому обычно не следует летать в нем постоянно. Рискуете остаться без энергии и в нужный момент не суметь активировать нужный модуль. До них мы еще дойдем чуть позже, а пока продолжим про управление. Повороты корпуса выполняются мышью. С ними все просто. Чуть более продвинутый прием, которым пренебрегают многие игроки, это Стрейв. Смещение корабля в сторону без поворота. Горизонтальный Стрейв выполняется кнопками A и D, вертикальный, пробелом и клавишей Alt. Приучайтесь использовать их постоянно. Ничто так не повышает выживаемость корабля, как умение вовремя спрятаться за препятствия. И даже когда вы летите в открытом пространстве, Стрейв усложняет траекторию. И по вам сложнее попасть. Вы же сохраняете контроль за полем боя и можете вести прицельный огонь. Управление стрельбой тоже устроено несложно. Левая кнопка — основное орудие, обычно пулеметы и лазеры. Правая — ракеты. Чтобы заработало самонаведение перед пуском ракеты, надо захватить цель. По умолчанию включен автоматический захват. Достаточно просто в течение какого-то времени отслеживать вражеский корабль курсором. Начинающим пилотам это удобно, но более опытные предпочитают захватывать цель вручную. О том, зачем это нужно и какие есть способы захвата целей, мы подробнее расскажем в следующем видео. Здоровье любого корабля состоит из двух частей — корпус и энергетический щит. Когда вы получаете урон, сначала его принимает на себя щит, а когда щиты на нуле, начинает страдать обшивка. Если удалось уцелеть, щит постепенно восстанавливается сам, а корпус — только с помощью дополнительных модулей. По умолчанию не восстанавливается вообще. Когда вы видите на экране противника, его щиты и прочность корпуса оказываются двумя полосками — голубой и оранжевой. Ваши собственные показатели — две полукруглые шкалы тех же цветов справа от прицела. Следите за ними. Похожий белый индикатор слева — энергия. Она питает режим форсажа, а также нужна для активации умений — это значки в нижней части экрана. Набор умений частично зависит от фракции класса корабля, частично от того, как и чем вы сами его укомплектуете. Есть умения, временно усиливающие сам корабль, или союзников вокруг, или усложняющие жизнь отдельно взятому врагу, или всем врагам вокруг. Некоторые умения действуют постоянно при активации. Некоторые срабатывают моментально или действуют в течение определенного промежутка времени. Например, модуль «Хамелеон» дает владельцу невидимость на 8 секунд. Он помогает уйти из-под атаки, зайти противнику в тыл или сбросить с хвоста ракету. Другой модуль форсирует все системы корабля. Скорость и маневренность возрастают, а стрельба ненадолго превращается в безумный пулемет. Некоторые модули можно выбирать на свой вкус в ангаре. Среди них — ремкомплект, восстанавливающий корпус, или, например, нанокомпозитное покрытие. Временно повышающая сопротивляемость корабля. Если умение окрашено в серый цвет, значит его активация по каким-то причинам невозможна. Например, для его использования нужно взять противника в захват. Либо не хватает энергии, либо противник применил какое-то из умений, временно отключающих ваши. Также у многих спецмодулей есть время перезарядки, иногда довольно значительное. Например, когда потратите все ракеты, их запас будет восстанавливаться пару минут. Подробно про каждое умение можно почитать в ангаре, наведя курсор на значок. В бою курсора нет, но его можно включить нажатием Enter. С интерфейсом примерно разобрались, хотя к ангару и модулям мы еще вернемся в ближайших видео. Там есть чем заняться. А пока разберем ошибки, которые допускают почти все начинающие пилоты. Во-первых, концентрируясь на стрельбе и маневрах, многие забывают активировать спецмодули, а от них зависит как минимум половина победы. Во-вторых, новички часто управляют кораблем по принципу «вижу цель, лечу к ней». По прямой, естественно. Такие пилоты становятся легкой добычей, поэтому отучайтесь с самого начала. На первых порах хватит простого чередования стрейфов во время полета. А о более сложных приемах и маневрах мы расскажем в следующих видео. В-третьих, одиночка — не герой, а легкий фраг. Часто даже по карте можно увидеть такую картину. Одна команда держится кучно, а другая растянулась в цепочку. Воскресают и по одному летят умирать. Бой еще идет, но это уже поражение. Группируйтесь перед атакой. Наконец, в-четвертых, убить противника и спастись самому одинаковой по важности задачи. Влетев в толпу врагов и устроив размен один на один, вы не сделали ничего. Это бессмысленное действие. Ситуация на поле боя вернулась к первоначальной. Берегите себя. Планируйте отход еще перед атакой. Не пренебрегайте ремкомплектами. И поскольку враг тоже умеет чиниться, выбирайте целью самый поврежденный корабль противника, чтобы он не успел отступить. Если бы мы решили составить рейтинг полезности модулей, ремкомплект занял бы там почетное первое место. Мы настоятельно советуем ставить его на корабли Империи и Федерации вплоть до самых топовых уровней. А кораблям Иерихона лучше подойдет усилитель щита. Стрелять лучше всего короткими очередями. Если вы зажимаете кнопку мыши, орудие вскоре перегревается. И ему нужно время на восстановление. Индикатор перегрева находится прямо на вашем прицеле в виде краснеющего круга. Кстати, у некоторых орудий при перегреве еще и падает точность. Не переживайте. Вначале вы обязательно будете перегревать свои орудия. Но постарайтесь со временем избавиться от этой привычки. С ракетами другая специфика. Они максимально эффективны против маневренных целей с низкой живучестью. Перехватчиков, по которым непросто попасть основными орудиями. Или против убегающих недобитых врагов с небольшим запасом здоровья. А вот на толстые цели типа фрегатов ракеты тратить нет смысла. По сравнению с основным орудием они наносят совсем небольшой урон. Но вот нас убили. Во всех ранних ПВП-режимах ничто не помешает вам взять новый корабль или даже тот же самый и снова вылететь в бой. Учтите только, что с каждым разом время восстановления увеличивается. А счет за ремонт после боя вам выставят суммарно за все полученные повреждения. Если сражение завершилось победой, мы собираем трофеи с поля боя. Изучаем свою статистику, можем поставить лайк особо отличившемуся игроку и возвращаемся в ангар. Помимо денег и трофеев, корабли получают опыт. В Star Conflict он называется Синергия. Когда ее накопится достаточно, вы сможете повысить уровень корабля. Это слегка усиливает все его характеристики. А когда уровень достигнет максимума, вы сможете купить следующий за ним по рангу корабль. И делать это советуем как можно скорее. Тех, кто увлекся боями в песочнице, в какой-то момент подстерегают грозные грабли. После 150 ПВП боев вас начнет выкидывать выше, где средний ранг кораблей от четырех до шести. Если к этому моменту вы все еще летаете на полюбившемся первом кораблике, череда побед болезненно оборвется. Готовьтесь к этому моменту заранее, заполняйте ангар кораблями более высоких рангов, развивайте их и своевременно улучшайте модули. На этом все. В следующем видео мы расскажем о приемах боевого пилотирования, продвинутых способах захвата цели и о взаимодействии в команде. С вами была Игромания. Удачи в космосе!